Всех приветствую на своем канале. Это будет видео, посвященное первой части пустых баночек. Я что-то так подумала, Ленка постоянно пишет какие-то баночки пустые, но у меня тут полпакета тоже набралось, и в феврале у меня что-то их было сфер дофига. Вообще, минут на 40, наверное, видос был, да? В общем, а еще это любитель поздних видеолюля, как сказала Лапка 90. Привет тебе, Лапка 90. Короче говоря, в общем, у меня... Вообще, на самом деле, у меня закончились мои любимые духи. Уже снято Сифрашевская, Риснуар, и там еще чего-то такое, что если оно еще 2 недели пролежит, я точно забуду уже, чего я хотела притаскать. Поэтому я решила все-таки тоже записать видос. И да, если в городе есть парикмахерская, которая просто парикмахерская, ты туда заходишь, и там очередь из одного человека и три тетки парикмахерши, и ты спрашиваешь, могут ли они тебя подстричь, если ты подождешь, да, то они тебе говорят, ой, запишитесь, там фиг знает, ну, короче, руки в боки, и все-таки на понтах. А тебе приспичило, потому что родственнички, ну, и там не только родственнички, слегка подкапали на мозги. Короче, мне очень хотелось кое-что обстричь. Вот три дня руки тянулись, а так тянулись, а ну и... Нет, сзади хвостик. Кто знает мой инстаграм, то там есть такая фотка. Себяшка стрёмная. Короче, начнем. Если вам интересно это видео, оставайтесь со мной. А еще лучше подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. А еще обязательно ставьте лайк, если вам понравится этот видос. И напишите что-нибудь хорошее в камне, ну, тогда я вам тоже напишу тоже что-нибудь хорошее. И попробую плодиться по всей планете. В общем, приступим. Первая баночка. Там, кстати, еще две коробочки. Может, кого-то эти коробочки подвергну шок. Одна-то точно. Муж, подруга моей мамы, когда узнала про эту коробочку, офигела. В общем, я закончилась наконец-то. Вообще, я ей помогла закончиться наконец-то. Это от Насти Зарезки, то, что она мне присылала на Новый год. На затест продукт такой, омолаживающий молочный женьшень, густая биопена для ванны. В общем, это кто у нас вообще? Бешеный десерт от Натуры Сибирики. Натуралый органик, омолаживающий молочный женьшень, густая биопена для ванны. Настя, кто я на обзоре, тогда говорила, что вот она разминала эту пену, чтобы ванная уже лежа, чтобы она как-то растворилась. На самом деле, если брать вот, ну, тупо один такой вот небольшой кулачок имени меня, ну, немножко вот так вот, хап, кинуть в ванну прямо под струю воды, то будет хорошая такая шикарная пена, воняющая чем-то таким, ну, не знаю, вряд ли и молочный женьшень так воняет. Что у нас вообще? Кто вообще тут есть-то? Активные компоненты, дикий сибирский женьшень, радиола розовая, может быть, это так радиола розовая воняет, и лосиное молоко, не знаю, вряд ли, наверное, лосиное молоко. Воняет жутко как-то, в общем, как-то, какими-то, не знаю, может быть, дешевыми духами, которые носит ваша соседка, если у вас есть соседка 80 лет там или 70 лет, да? Никого не хочу обидеть, но такие какие-то вот. Ну, совершенно не расслабляющий аромат. Короче говоря, если вот совсем чуть-чуть вот так захапал, кинул в ванну, потрую воды, хорошо. Пена хорошая, ты лежишь минут через 5, эта пена исчезает, 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 еще минуты через 3 пены вообще нахрен нет. Какая мягкая, нежная была, хреновая пена. Если ты зафигачил туда, грубо говоря, 4 кулака, я тут на днях пробовала эту ванну делать, что-то так, думаю, стоит давно, где-то половина была, ну, 2 трети где-то было. Я так, фигак, фигак. И вот один кулак еще раз, 2 кулака разошлись, а другие в ванн. Действительно, приходилось лежать и мять эту чертову пену, как эту фигню, или что это такое, это молоко сухое, мокрое, в этой пене для ванн, ванной, чтобы оно наконец-то размялось. На самом деле, вот сколько ни клади, эффект пены будет один и тот же. И точно так же, минут через 7 она исчезнет. Потом я, не поверите, вот у Лёли, которая делает мыло, мыла нету. Мыло закончилось, вообще мыло закончилось. Ни жидкого, ни сухого, никакого. И я его делала, она потом вот в пустых баночках, значит. Я тупо, ну, мне интересно, я его брала, кстати, я и мылилась в самом начале, как гелем для душа. Пробовала там на губку. Кстати, прикольно, вот как гель для душа, нормально. Но, видимо, всё-таки, так как он у Насти ещё был до этого вскрыт, и сколько-то стоял у меня вскрыт, хоть он и был под крышечкой, плотно закрытый, но он как-то, как бы, заветрился. Там какой-то такой слойчик появился, плёночка, не плёночка, фиг знает, только когда берёшь, она уже такой вот, ну, чувствовала, что что-то тут не то. Вот, знаете, как мороженое, или как зефир какой-нибудь, который полежал, вот, наверное, больше на зефир смахивает, или некачественное мороженое капнет куда-то, и потом останется этот раз, вот, два, это типа пломбир на каких-нибудь химических сливках, или, допустим, тоже вот этот зефир, который полежал и слегка высох. Вот что-то такое вот похоже по ощущениям было, тоже, кстати, он белый был. Я, наверное, его, когда в эту новогоднюю посылку от Насти получала, то, наверное, может быть, скрывала и описывала, а уж не помню. Кстати, срок у него годности был до сентября 2019 года, и в сентябре 2016 года он создан. И после вскрытия 12 месяцев, то бишь 12 месяцев ещё по-любому бы не прошло. И тут 400 миллилитров, 450 миллилитров. Ну, в общем, да, растворите небольшое количество пены во всём объёме ванны при температуре 36-38. Ну, небольшое, да, уже скана, как бы, так понятно. Короче говоря, в общем, я его брала даже чисто руки помолить. Уже понимаешь, что он какой-то надо сильно долго мять, чтобы там была эта пена. Я тупо налила водички. Немножко потрясла, она у меня такой водичкой. Стала беленьким таким, вонюченьким молочком. Ну, растворила молоко, сухое, фигни. И я его в результате потом доделала, уже капала по чуть-чуть этот вталик за ног. Ну, и пену какую-то он немножко давал. Конечно, держал ещё меньше, чем в ванной. В общем, я бы сама такую хрень не купила. Ну, и если вы какое-нибудь там суперизвращенец или будете сразу пользоваться, ну, в смысле, если его, наверное, открыть и сразу пользоваться, а не знать там сколько-то или кому-то ещё давать на затез, то может оно и ничего. Ну, если будете всё-таки покупать, то берите один кулачок. Если у вас лапка больше моей, то берите в одну треть вашей лапки. Точнее, на одну треть вашей лапки меньше. Короче, две трети вашей лапки берите. Или вот мою лапку берите. Кулачок. В общем, вот такая фигня. Бешеный десерт от Сибири... Ой, Натуры Сибирики. Ух ты, не поверите. Тут такой кружочек. И там внутри написано мелкими буквами Натура Сибирика. Ну, на латинице. Я только сейчас заметила. Да, вот это вот у меня пакетик. Мне в нём, я не помню, обозревала я, не обозревала. Ну, в общем, в этом пакетике мне Брешут дарила то ли на день рождения, то ли на новый подарок. Вот это у меня буквально сегодня закончилось. Вообще, я заметила, что я в последнее время... И вообще, я поняла, почему я раньше любила ходить одна по магазинам. Покупаешь то, что тебе хочется, а не то, что там тебе по ушам наездили. Вот ходила как-то с однокласской в фикс прайс. И что-то она мне... Ой, ой, всё, вот масса, которая... Ну, в общем, под её действием я помню, купила книжку, которая... Про японскую жрату. Оказалось, это вообще не сладкая японская жратва, а мясная японская жратва. Она у меня до сих пор лежит где-то неоткрытая. Я вообще ничего по ней не делала. Хоть растереби, коту в туалет. Кот у меня ходит наполнитель бумажный. Я теперь знаю, куда мне бумажки девать, которых у меня аж дофига. Кто-то там страдал, что у меня кот куда-то делся. Я не знаю, чем эти люди смотрели или что они хотели, но кот у меня вполне нормальный. Живёт и радуется. Короче, Мирола, которого масло... Масло, которого косметическое, 100 мл. Сроком оно было бы... Так, 16, 17, 18. До 3 августа 2018 года было, потому что... Сделано оно было 3 августа 2015 года. 3 года срок годности. Которого масло в составе. Ну и, в общем, я его юзала чисто. Я так думаю, оно... У меня ещё Машка тогда сказала, подружка моя, что на нём лучше ничего такого не делать. Ну, допустим, дезик на нём не делаешь, потому что оно в самом деле тяжеловастое в этом плане. В общем, масло, которое увлажняет и питает кожу, замедляет процесс образования морщинок. Эффективное средство для укрепления и роста волос. Ну да, под мышками-то они бы ещё больше поперли, я думаю. Хотя, не знаю, не пробовала. Ресни с бровей применяются для удаления мозолей на топтавших шеи на ногах, ускоряя от изражения ран, пореза с садин. Короче говоря, я его капала по чуткам в этот свой тазик для ножек. Я снова занялась этими тазиками для ножек. Если я вечером не принимаю душ или в ванну, то я стараюсь делать, делаю себе тазик для ног. Один раз, правда, я что-то дико устала. В 2 часа ночи я где-то срубилась, а стараюсь вообще рубиться раньше. Благодаря некоторым няшним мальчикам, мальчику. Парня, ладно. В общем, сейчас у нас вообще на будильнике полвторого ночи, но я что-то убиралась в капу, меня торкнуло, что вместо спать надо бы что-то записать. Короче говоря, вот у меня там... Тут вообще капля осталась буквально. Может, я её и вылью. Вылила я в тазик, тазик я пока ещё не сделала. В общем, недели две или три я уже так конкретно делаю тазики для копыт. Я когда-нибудь всё-таки запишу это, и видос этот состряпаю, который у меня там состряпает, который у меня попросили в мае или в июне. Ну, в общем, год назад. Про тазики для ног. Ну и, наверное, расскажу поподробнее, чего это мне даёт. Ну, в общем, масло как масло. Хорошее масло. Я туда ещё потом капнула несколько капель пихтового масла, которое тоже сейчас тут будет. И поэтому у меня сейчас, оказывается, пахнет пихтой оно. Я и забыла, что я туда пихту уже фигачила. Так, что-то у нас. У меня закончился. Вообще, я ему помогла закончиться. Эйвон Эсенсус, увлажняющий, пленительные моменты безмятежности, восточная орхидея, дея и малина. Крем-гель для душа. 100% экстракта натурального происхождения. Была у них такая, у меня ещё есть в запасках один бутылёк, пена для ванн от Эйвон, орхидея и малина. Я думала, что точно так же вот это будет пахнуть хорошо. Я забыла, что у них крем-гели Эссенсус, они термоядерные по запаху. Такой супернасыщенный запах, что хочется задохнуться. Точнее, вообще вот. И вот, когда был совсем дубак, он хорошо пошёл. Я его пару раз, или, может, даже больше, чем 2-3, 4 раз, наверное, я его заюзывала. Но он у меня что-то убрался в запасике, стоял-стоял в результате. Я его заюзывала, как жидкая мыла. Потому что что-то он у меня... Ну, не пошёл он у меня дальше. Я его открываю, у меня так... Жуть. Непонятно, чем он пахнет. Но совершенно... Ну, не тот запах, как у этой пены, где малина и орхидея. Ну, и тут какая-то такая серо-фиолетовая водичка. Это как раз вот остатки этого... То, что ушло на жидкое мыло. Ну, в общем, я поняла, что всё-таки гели Эйвон мне не нравится. Вот эта серия Сенсус, ни в каком виде она мне не нравится. Ну, её нафиг, эту серию Сенсус Эйвон, именно как гели. Скрабик тот, который гамажик, он ещё хороший. А это... Самое прикольное, что жидкое мыло, вот именно Сенсус, оно хорошее. Оно встречается в геле Сенсус. Не знаю, почему. Чё... Чем вообще? Почему так? Оно даже, ну, его можно использовать как гель для душа, оно хорошо идёт, лучше, чем сам гель для душа. В общем, у меня закончилась эта хренатенька. Из того набора, который я покупала от 2, в цене одного. Гель для душа, Skin Juice. Да, Skin Juice. Тут состав, конечно, по-моему, откровенно говоря, сильно химический. Ну, начинается вода, а потом бла-бла-бла-бла-бла-бла, всякие вот эти мыльщие хренатени. Парфюмерная композиция, потом эта цитрусовая лимонная кислота. Ну, и дальше всё, вот эта химия. Сделано оно в завод FT Cosmetics, Россия, Москва. FT собака, FT.ру. По заказу Великобритании. После вскрытия 12 месяцев, тут урок. Меликитер. Такой неплохой гелик, мылился он на троечку. Ну, пены, в смысле, такой вот не давал, вот конкретной пены. Но по гелеобразности он был лучше, чем сенсусские гели. Кстати, вот крем-гель почему-то у меня вышел, может, он у меня стоял как-то, ему надоело стоять, может, ещё-чё-чё фигнает. Короче говоря, вот, что крем-гель, что просто гель сенсус. Одно и то же, только воняет более насыщенно этот крем-гель. И он какой-то, ну, вот, действительно, если вы берёте какой-нибудь там пудинг и на себя намазываете из этих стаканчиков. Или какой-нибудь там йогурт с кучей крахмала. Короче, оно такое прикольное, чем он там как-то вообще. Чем-то свежим, какими-то цветочками, может быть, действительно розочками какими-то непонятными. Ну, такой неплохой гель. Я не помню, сколько он у меня на горе обошёлся вообще, этот сам на горе. Но, в общем, я его, даже, по-моему, что-то ещё осталось. Я его юзала пару раз в пену для ножек, добавляла в тазик свой. Но, в основном, как гель для душ. Хороший гель для душ. Единственное, что слегка сушит кожу. Я достаю. Вот они. Вот там мой Ирисик Нуарчик. Тут, может быть, ещё одна капелька осталась. Афикла. А нет. Что-то осталось. Любовь всей моей жизни, можно сказать. Ирис Нуар, вода да парфюм, парфюмерная вода, Секрет Де Сенс и Фраше парфюм. В общем, то, что уже снятость. И у меня он был. И 75 мл туалетная вода, и 50 мл парфюмерная вода, вот тут 50, по-моему, миллилитров. Потом и 15 мл вот такой высокий тюбичек-сплеечек. И мини-куча была. И вот единственный парфюм, который мне приходил от Ирис Нуарчик в подарок, и который я никому не дарила, потому что он мне вообще дико отдохновился. У меня тогда ещё были духи, или туалетка какая-то. А Деймон был такой у них, Этернал Мэджик. И вот он чем-то напоминал более лёгкий вариант Ирис Нуара. Очень жалую, что Ифраше снимают именно такие шикарные духи, вот как Роза Абсолют, ещё что-то там. Вот это вот... Меня его не любил кот. Вот я что-то делаю, и мне кот мешает, и он мне путается под ногами, можно на него наступить. Ну, он периодически кидается под ноги. Причём в тот момент, когда я делаю шаг, я не вижу его совершенно. И на хвостике я ему периодически наступаю. Нарёд для него, уходит 2 минуты, дуется, а потом прыгает обратно. Короче говоря, если я что-то делала, или мне, допустим, нужно было, чтобы кот в этом месте не лазал, ну, я открывала его. Только я открывала, и кот пуля из комнаты. Но потом он как-то принюхался, и уже на него не действовало. Сейчас он как-то именно так реагирует на цветочное диско классическое, фашерское. В общем, закончился он у меня. Придётся мне его вытянуть, потому что, ну, хрена мне барахло, у меня и так барахла хватает. В общем, очень классный рейснуар. Последние года 3 он у меня ассоциировался с унисексовым ароматом, каким-то таким мужским, я даже не знаю, как передать. Но, в общем, он очень долго держался на коже, на шмотках. На шмотках мог держаться месяц. На коже где-то до 3-х суток. Особенно изменялся аромат, когда вот я, допустим, прыснусь. Раньше я его пользовалась исключительно зимой. Поэтому мне это слакончика надолго хватило. В общем, прыснусь, допустим, мне жарко, я пришла с улицы, меня пот пропёр. Зима. Крестьянин торжествует, я полила в душ. У меня этот аромат тут же меняется на такой конкретно анисексовый мужской аромат. Конкретно такой парфюм. И ещё трое суток держится. Ничем не перебьёшь. Но он мне очень нравился. Или даже просто приснешь на руку, потом вода капнула на эту же руку, вот на это же место, и аромат меняется. Вообще, раньше-то я как-то не замечала такого. Но у него, конечно, срок годности по меркам срога годности уже прошёл года три, наверное, назад. Может, два, не знаю. Ну и, в общем, летом он для меня был удушающий. Я прыскала, я ещё любила так вот. Прыскаешь дофига на себя. То, что ты нравится, прыскаешь дофига на себя. Ты не ощущаешь, люди замечают, бедные люди. Ну, некоторые бедные люди, совсем бедные люди. И зимой-то я прыскала дохрена на себя. И только там на десятый, ну, за ушки, вот так на ручки, на локоточки, да, ну, сюда на ямочку, да, просто на какую шмотку ещё на тебе. И после этого всё, ты его чувствуешь. Ой, идёшь и кайфуешь. Летом я прыскала один раз, и если жарко было, ну, там даже тупо 20 градусов, тот же какой-нибудь май или сентябрь, с мая по сентябрь, в общем, я его не могла вынести, он настолько тяжёлый, мне казался. В общем, моя любовь закончилась. Я вам его советую. Если вы где-нибудь у кого-нибудь увидите, берите. Вдруг у кого-нибудь где в загашниках осталось. Короче, у меня закончился крем, но он был не совсем полный. Аленка просто боялась, да, кстати, Елена Снегирёва, собственно, привет тебе. И если вы на неё ещё не подписаны, то welcome to hell. Короче говоря, получил так, что, ну, наша последняя встреча, уж не помню, в октябре или декабре, когда она там, у меня сто лет уже в Ярике не была, у меня ещё никак не получается съедеть туда. Частично по семейным обстоятельствам, частично вообще, ну, просто не получается. Короче, в общем, это крем для ног, 100 рецептов красоты, смягчающий. Ваш лучший рецепт, золотистая тыква и кукурузное масло. Эффект первого применения, номер один на рынке. 80 мл, так, 6 месяцев после скультия. Аленка, я так поняла, боялась, что он у неё сдохнет до того, как она его заюзает. Ну, там, может, ну, вот столько, может, уделано было. В общем, он классный крем такой. Он ещё так приятно пахнет. Кстати, это его Unilever Calina в конце. Ну, и я думаю, вот, если я его увижу, я просто его видела, продают, но я как-то, ну, не покупала. Ну, стоит крем, стоит крем. Малори, что там продают. Он действительно очень классный. Такой оранжевенький. Я им иногда даже царапки на руках от кота омоловала. В общем, ну, не сказать, что у меня, я не помню, просто как, хотя, вот я сейчас пощупала, вроде когда. Ну, не сказать, что они супер мягкие будут. Хотя, если у вас не настолько наждачная бумага на ногах, на пятках, на этих кругленьких пяточках, то вам нормально будет. Мне он не сказать, что он эффект, эффект с первого применения не заметила, но он действительно смягчал копытца. В общем, классный крем. Я думаю, он довольно бюджетный стоит, потому что, по-моему, это недорогая марка, но может, в пределах сотни рублей. Как-то так. Все равно я говорю много. Не помню, когда у меня тут повременника. Вроде еще минут 10. Кипания. В общем, закончилось у меня это масло. На самом деле, у него срок годности закончился даже в октябре 2013 года. Как-то оно у меня стоит там, видимо, жрать не просят. Я вообще не в курсе, сколько ему лет. пихта сибирская, 100% натуральное эфирное масло, 10 мл. Ой, извиняюсь, это видимо намек на то, что мне надо все-таки было лишь спать. Лежала бы, сейчас лежала, потолок плевалась, ларон посчитала, или еще кого-нибудь. И, короче говоря, я сегодня его тоже покапала слегка в свою аромалампу. Вечерком, как раз, когда нахуй не разбиралась. Ну, и в основном, добавляла по нескольку капель в этот стадик. А потом тупо закапала сюда. Ну, что могу сказать, хорошее масло. Пихта сибирь. И вот сейчас будет этот самый. Та-дам! Не буду я вас сразу так шокировать. Короче, у меня закончилась эта коробочка еды. Вообще чая. Имра. Экстра. Боб. А, первый. в общем, что-то такое 50 грамм. Средний листовой. Я вообще люблю чай. Чай черный, средний листовой, но его хрен знает, где найдешь. Тут я была у маминой подруги, смотрю, у нее такая пачка, правда, не 50 грамм, а 100 грамм. Она говорит, ой, Лёля, да ты такой пить не будешь. И я что-то увидела. Я его вообще нигде не видела, ведь у нас продается тупо ватру. Ну, этот филиал Ростова, Ростова-Великого магазин такой есть, точнее, вообще завод, там, мясо какое-то, еда всякая сладкая, хлебушек, ну, тупо магазин от. В Солнечном у нас район такой, ну и крылочки шай. Поделить вас. Что-то он стоит, по-моему, сколько-то, в общем, 40 с чем-то рублей, 42 с чем-то рублей, 40 рублей 50 грамм. Я думаю, надо попробовать купить, думаю, 50 грамм там было, и 250, сейчас смотрю уже, ну, правда, неделю назад было, у них там еще была 100 граммовая пачка. В общем, классный очень чай. Вот, я вообще что-то подсела последнее время на черный чай, ну, и он у меня как технически там, хавчик запить, да? Кот вышел с ванной. Возможно, кто-то слышал зуб скрип от двери. Ну, и, короче говоря, я обычно этого чая так нафигачиваю, он, конечно, не чефир, но, чтобы покрепче был, чтобы цвет такой был нормальный. А тут вот, в сравнении с этим надо, допустим, на мой чайник, там на большой, я кладу, в коку вообще где-то написано было, сколько ты класть, а может и не написано было. А вот написано, одна чайная ложка, говорит, значит, ну, там 3-5 минут подождать, потом разливать. И, вот, я зафигачила, значит, на мелкий свой чайник, одну чайную ложку, и, о, хорошо, заварился так, конкретно. Ну, и на большой чайник, три чайных ложки. И вообще шикарно, шикарно, в общем, я вам его советую. Не скажу, что бюджетным, в сравнении с другим чем-то. Ну, потом моя федера пришла, говорит, ой, такой хороший чай, он хороший чай, по сравнению с этим, он хороший чай. А я чуть думала, что он такой ширпотреб, ну, вот, допустим, вот этот чай, вот этот чай. И дальше уже идут эти все Гринфилды, Ахматы и Пурга. Оказалось, очень классно. У меня там, правда, есть запас чая черного, всякого разного, но, я думаю, надо сходить до магазина и купить их. Еще и им при 250 грамм продзапас. Он, кажется, там стоил 190 с чем-то, 192, 193, что ли. Ну, грубо говоря, 250 грамм, 200 рублей, как-то так. Хороший чай. Прошел мой запрос, и вот дальше, надеюсь, вы сидите. Сидите. Та-дам! Принцесса Канзи Медиум. Вот с этим я сравнивала. Я думала, что они всегда были в одной категории. Оказалось, это разная категория. Почему он? Просто он более похож. Он не крупно листовый, не люблю крупно листовый черный чай. А вот он, он, конечно, совсем мелкий, но у меня что-то был такой момент, что у меня тупо черный чай закончился, а средне листового не было, нигде. И вот где я была, я в Атрус тогда не заходила. И я не знала, в смысле, я, может, и заходила, но не знала, что вот это вот это хороший чай. Я, знаешь, покупаю там что-то 80 рублей, что ли, вот эти 250 грамм, ну ладно, хоть какой, лишь бы не крупно листовой. Ну и бухало его, бухало, 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 бухало. Он тут тоже типа цейлонский, крепкий, свежий, бла-бла-бла. Кстати, та же самая Аурами Тренд, что и ой, офигеть, Гринфилд. Ну, короче говоря, тот же Гринфилд, только с другим называют, менее, это, более бюджетный, да? Ну, в общем, вот это лучше, чем вот это. Ой, там у меня еще что-то осталось, не поверите. А, у меня тут осталось еще такое масло косметическое, чистотел, косметическое масло, Мирола, чистотел. Вообще, у него срок годности это еще не заканчивался, но я его основном добавляла в свои мыльные эксперименты и последний раз только в раздела мыла, там у меня, если кому интересно, на странице канала есть ссылка на мой травник, этот фиг знает, как он называется, я не помню, откровенно говоря. И вот там это мыло, что ли, фиг знает. Ну, что-то такое. Правда, уже мыло там нифига не было. И дело, оно было 07.07.2015 и, по-моему, срок у него 3 года, да, значит, до 07.07.06.16.17.18. 2018. Это я на Азоне покупала когда-то вместе с мыльной основой в довесок. Ну, что хочу сказать, масло как масло, нормальное масло. И вот последняя капля я вчера как раз делала это мыло и зафигачила туда. Но то ли мыльная основа у меня в этот раз какая-то хренатинька, хреновенькая, не поверите, у меня тупо не было мыла. Я отсобачила кусочек этой мыльной основы и стала его мылить. Хреново так мылиться, на Азоне не берите мыльную основу, как-то она, не знаю, или мне такая хреновая попалась, фиг знает, или может они разные, я уже не помню. Может, у нее срок годности прошел, хотя вроде у мыла не должно быть срок годности. Ну, в общем, я добавляла, когда это, во-первых, я забыла, как делать это мыло, как пропорции. Жуть, Лёля забыла, Лёля его ела, Лёля забыла. Я добавила там очень много этого настоя ромашки и, кстати, от Насты Зарейской этой ромашки. И, в общем, оно у меня получилось мягким. Я не знаю, может он потом дозрел. Я помню, Диме делала с киприем и зверобоем. Оно было такое, довольно, ну, такого же примерно цвета и оно долго у меня зрело. Месяц, может, лежало. В общем, оно тоже было слегка мягким, но это очень мягкое. Ну, короче говоря, вот я вчера его доделала. Ну, теперь точно всё. Сейчас я проверю, как видите. Да, всё. Тише. Голову поверну. В общем, если вы осилили это до конца, я очень рада. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте пальчики вверх, я буду рада вдвойне. Если вы ещё не подписались на мой канал, подпишитесь. Я буду очень рада. А если вы напишите, что неприятное в каменке, то я вам отвечу тем временем. До новых встреч! Пока!